Привет друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Нередко одно неверное решение в жизни может обернуться печальными последствиями и кардинально изменить абсолютно все, особенно если это решение было принято под влиянием эмоций, а не здравого смысла. Женщина по имени Зина рассказывала свою печальную историю непростых семейных отношений, рассказываем от первого лица. У нас с сестрой Тамарой с раннего детства сложились очень хорошие дружеские отношения, мы всегда были лучшими подругами и всегда везде были вместе. Везде гуляли в одной компании, вместе тусовались в школе и даже так получилось, что мужья мы выбрали двух лучших друзей дальнобойщиков. Познакомились мы с ними на дискотеке в нашем городе и сразу без каких-либо споров выбрали, кто кому понравился. Потом и свадьбу сыграли в один день. Получилось очень теплое и дружественное торжество. И даже когда у каждой из нас была уже своя семья, мы продолжали много времени проводить вместе. А потом и забеременели мы с Тамарой почти одновременно и вместе ходили к врачу на обследование. Но решили раньше времени не узнавать пол наших малышей. Хотелось, чтобы это был сюрприз. Только вот мы с мужем хотели девочку, а сестра со своим возлюбленным больше мальчика. И вот так получилось, что наши мужья отправились в рейс вместе и именно накануне родов. Но они должны были вернуться вовремя и как раз попасть на наши с Тамарой роды. Но наши малыши решили появиться на этот свет раньше, на пару дней. И даже здесь мы с Тамарой не расстались. Родили с разницей в один день. Так у меня родился сын, а у моей сестры девочка. А на следующий день моя сестра в роддоме обратилась ко мне с очень странным предложением. Она попросила меня поменяться детьми. А что тут такого? Мы же ведь родственники, очень тесно общаемся. А ведь они так с мужем хотели сына, а мы девочку. Я поначалу подумала, что это просто шутка такая, и даже не восприняла ее слова всерьез. Но Тамара целый день меня пыталась убедить и доказать, что в этом нет ничего плохого. Всю ночь я думала о ее предложении и не знала, что ей ответить. На утро согласилась. Мы ведь действительно хотели девочку, очень хотели. После того, как наши мужья вернулись из рейса и узнали, что у них уже родились дети, их эмоции сложно было описать. Они радовались, как малые дети, ведь каждый получил ребенка того пола, о котором мечтал. Естественно, по такому случаю мы организовали большой праздник, позвали всех родственников и стали отмечать. Только вот мне было очень больно смотреть, как муж сестры обнимает и тискает малыша и думает, что сын Денис – его кровиночка. И вот еще тогда, во время крестин наших детей, мне хотелось рассказать всю правду и окончить этот фарс. Но я не смогла, пути назад не было. Нас бы с сестрой сочли ненормальными, если бы мы сознались, что поменялись с детьми. Так прошло некоторое время, и в нашей семье произошло огромное горе. Моя сестра Тамара скоропостижно скончалась. Было сложно пережить такую потерю, и мы с мужем помогали всем, чем могли ее супругу Саше, особенно в воспитании сына Дениса. А потом, как и бывает, Саша познакомился с девушкой по имени Наташа, влюбился в нее, и они поженились. Она была хорошей, как нам казалось, Дениса очень любила, а мы ей с мужем помогали, но идиллия продлилась недолго. Так получилось, что после рождения собственного ребенка Наташа стала очень плохо относиться к пасынку. Было хорошо заметно, что родное дитя она любит намного больше Дениса. Она стала унижать парня, постоянно на него кричать и наказывать за любую шалость, да она просто придиралась к нему по мелочам. Можете представить мое состояние, я очень переживала за мальчика, мне было обидно, что его постоянно наказывают даже за то, чего он не делал. Ведь я знала, что он мой сын, и мне хотелось забрать его с того кошмара, в котором он жил, но я знала, что это невозможно. И вот однажды мы отмечали какой-то праздник, и Наташа в очередной раз накричала на Дениса и стала обзывать мальчика при всех, а ведь ему было всего 4 года, и он не заслужил такого отношения. Тогда я не выдержала и рассказала всю правду, за столом воцарилась гробовая тишина. После этого мы прошли через все процедуры переусыновления, и наша девочка, родная дочь Тамары и Саши тоже осталось жить с нами, у мужа моей покойной Тамары была другая жизнь, и его новая жена не хотела еще одного чужого ребенка. С моим мужем мы сначала разругались, потом помирились, и сейчас пытаемся наладить нашу жизнь. Он говорит, что простил меня, хотя до сих пор ему тяжело. Я это вижу, и мне от этого очень грустно, ведь виновата во всем я и наша с сестрой импульсивное решение после родов. Так, одно неверное решение перевернуло наши жизни с ног на голову, и сейчас нам нужно все возвращать на место. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроум на страничке в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.